Ну что, ребят, всем привет, и честно говоря, я не понимаю, что сейчас происходит. Сейчас очень многие ютуберы пытаются забустить весь рынок. Как вы знаете, недавно запустился нашумевший буст на весь стенд-офф, связанный с М40 Pro. И в чём прикол, сейчас эта М40 начинает падать в цене, и буст начинает проваливаться. Только вчера эта М40 стоила 4 100 голды, и сейчас она уже опустилась до 100. Но люди не продолжают терять надежду и всё равно бустят этот скин. И сейчас, в принципе, пытаются бустить все дешёвые скины. И очень многие мои подписчики тоже просили, чтобы я сделал буст. И если вы хотите, чтобы я сделал буст какого-то скина, то минимум я попрошу на этот ролик поставить 3000 лайков. Если же вы набираете 3000 лайков, я запускаю очень долгий буст и вложу туда как можно больше количества голды. Поэтому всё зависит от вас. Не забывайте также подписываться на канал с колокольчиком. И если мы набираем 3000 лайков под этим роликом, то я запускаю очень долгий буст. Ну а теперь же давайте поговорим, что же сейчас происходит на рынке. Как вы можете заметить, М40 уже начинает падать в цене, и буст начинает уже, в принципе, обваливаться. И максимальная пиковая его цена была 400 голды. И всё, на этом скине вы, в принципе, уже можете поставить крест. И больше этот скин в цене точно не поднимется. Как бы вам не обещали то, что вот, эта М40 будет стоить 1000 голды, она по-любому будет столько стоить, столько стоить она не будет. Люди будут видеть то, что цена падает, и они просто будут продавать свою М40. И все эти люди, которые сейчас продают свою муху, они просто потеряли свою голду на этом скине. И также ещё сейчас бустится вот эта граффити, которую пытаются забустить изо всех сил. И стоила она очень мало, и сейчас она стоит 85 голды. И люди пытаются и вкладывают туда голды, но вряд ли это граффити будет стоить больше, чем 85 голды. Я считаю это невозможным. Чтобы это граффити стоило дороже 100 голды, надо потратить ещё очень-очень много голды. И поэтому на это граффити тоже не стоит возлагать никаких надежд, и тоже не стоит её покупать. Ведь если вы её купите сейчас за 84 голды, вы по-любому уйдёте в минус, это 100%. Также ещё бустятся такие скины, как М16 Фейсид, Глок Инферно и остальные скины с удалённых коллекций. И давайте сразу я вам скажу на заметку. Сейчас бустят только те скины, которые, во-первых, дешёвые, а во-вторых, они с редких удалённых коллекций. А именно, это какая-нибудь Анкомонка, либо с Ориджин, либо с Фуриус, либо же с Айвелл коллекции. Ведь эти коллекции не крафтятся, и это самые подходящие скины. Во-первых, они недорогие, и во-вторых, их никак нельзя получить, и забустить их нетрудно. И в принципе, в этих бустах могут поучаствовать все, поэтому это плюс. Если же у вас есть голда, вы в принципе можете купить все эти скины, которые вы видите перед своими глазами. И я думаю, вы 100% не прогадаете и попадёте в точку. Вы, во-первых, и голды потратите немного, и во-вторых, по-любому угадайте со скином. Вот, например, этот АК-12 Аврора, который сейчас стоит 3,50, и в цене он почему-то тоже стремительно растёт. Хотя, пару дней назад такого не было. Я вам посоветую, если же у вас есть немножечко голды, то не пожалейте её и купите Камонки и Анкомонки с Ориджин, Фуриус и Айвелл коллекции, и вы по-любому не прогадаете. Саму Скорпион коллекцию вряд ли кто-то будет бустить, потому что она крафтится. И только три коллекции в игре не крафтятся вообще. И плюс к тому, они удалены, поэтому это самые подходящие скины. И я также попрошу вас написать в комментариях, какой скин вы бы хотели, чтобы я забустил. И жду ваши варианты обязательно в комментариях. И как только на этом ролике собирается 3000 лайков, я запускаю буст скина. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы это не пропустить. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok